всем привет сегодня купили 13 килограмм персиков буду делать пастилу взяли мы очень мягкую уже немножко от портится начала по 50 рублей само то для пастилы сейчас я буду мыть чего я сказала персики абрикосы это абрикосы крупные абрикосы буду мыть отделять косточку и мельчить этом блендере и потом сушилку будем сушить купили еще черешни но это на еду 7 килограмм по 160 рублей тоже последнее доедаем и закончится сезон мой сезон черешни я ем из фруктов только черешни больше ничего я не люблю вот такое абрикосовое пюре у меня получилось это одна треть из того количества что я сделала я добавила туда бананчик и абрикос сахара нет это живая пастила без добавления сахара натуральный продукт все и теперь накладываем на поддончик это лоток сушилки сушилку меня волтера 1000 люкс и вот так мы слоем наверное в пять миллиметров в прошлом году сделала где-то миллиметра три наверное но она суховатой получилось пересушила я ее в этом году сделала немножко потолще вот так распределилась пюре сделаю заполню все лотки у меня 15 лотков и по моему их все но не знаю ну наверное она все получится и ставлю на всю ночь так в этот раз я поставлю в прошлом году я ставил на 70 градусов многовато поставлю на 45 градусов пусть медленнее потому что будет всю ночь часов 12 стоять работать сушилка и думаю что получится нормально прошло 16 часов пастила наша готовая у меня лоток который заводской всего один все остальное на бумаге бумага у меня для выпечки которая силиконизированная вот хочу показать все говорят а это купить лотки и не мучиться чем из бумаги вырезать там еще из чего-то вот попробуйте порой отодрать вот от этого лотка вот очень 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 сложно я конечно потихонечку потихонечку помаленечку вот видите но как-то я буду отдирать даже немножко как будто бы не просохла но это она просохла нормально но сложно порой края так подсохнут что ну никак не взять а вот бумага никаких проблем снял и все очень легко снимается ничего не ты нигде не прилипает не прикипает вот в прошлом году столько много вопросов задавали именно по поводу бумаги просто надо купить хорошую бумагу просто хорошую бумагу силиконизирована она называется и вот такая пастила у нас получилось вот так мы ее закрутим вот и вот так ножницами порежем потом все сложим судочки и хранится она прямо в помещении никуда я не ставлю ни в какие холодильники никуда не убираю просто вот на полочки шкафы вот такая у нас пастила поэтому пробовали хорошо отстает бумага это проверено уже мною в прошлом году ты в этом году в этом году правда я размер бумаги купила заказала неправильный меньше можно так хранят можно и пластинками разрезать нужно скрутить по-разному ну все на этом я заканчиваю спасибо что меня послушали и до новых встреч пока пока